Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Андрей Соколов, я являюсь специалистом по компьютерной графике, оптимизации и автоматизации проектов. И сегодня я хотел бы вернуться к теме, затронутой в самом первом коротком видео про материалы, которые я делал еще только когда открывал канал. Я хотел бы ее сегодня немножко развить и объяснить, что там имелось в виду. Поехали! Я использую Blender версии 2.9.1.0. Разделим экран на две части, переведем его в режим Shader Editor, переведем Viewport в режим Rendered, чтобы видеть, как будут выглядеть наши объекты на рендере. В том видео я говорил о том, что все, что касается материала в Blender, это цифры. Цвета — это цифры, система координат — это цифры, параметры — это цифры, и, соответственно, они взаимозаменяемы. И сегодня я хочу более подробно объяснить, что имелось в виду. Давайте удалим принцип LBSDF и посмотрим, как будет выглядеть наш куб. Куб становится черным. Почему, собственно, именно черным? Потому что, если мы удалим Material Output, он станет фиолетовым. Фиолетовый — это цвет ошибки. Это Blender не понимает, что ему делать, и когда он не понимает, что ему делать, он выдает вот этот вот фиолетовый розоватый цвет. Вернем обратно Material Output, и кубик становится черным. Теперь Blender понимает, что ему нужно делать, и красит кубик в черный. Потому что на вход в Surface Volume и Displacement ничего не идет сейчас. То есть, иными словами, на вход сейчас по умолчанию идет 0. 0 в Blender означает черный. Ну и вообще, 0 означает черный в цветовой гамме RGB. Как это работает? Давайте добавим Shift-A, Input Value. Это обычное числовое значение. Мы видим 0,5. То есть на выходе мы имеем некое число. Вставим его напрямую в Surface и увидим, что куб окрашивается в серый цвет. То есть, таким образом, изменяя числовое значение, мы изменяем цвет кубика. 0 — это черный, 1 — это белый. Все, что выше единицы, это уже обозначает свечение. Все, что ниже нуля, обозначает поглощение цвета. То есть в состоянии от нуля до единицы материал считается инертным. Он не производит свечение и не поглощает цвет. Но самое сейчас важное — это то, что мы с помощью числовых значений управляем именно цветом. Каким образом формируются, собственно, цветовые оттенки? Они формируются за счет подмешивания к черному цвету, то есть к нулю. Понятно, да? К числу 0. Мы подмешиваем в определенном количестве красный, зеленый и синий цвета. Давайте попробуем это сделать прямо с помощью нодов. Добавим ColorMixRGB. Что делает этот нод? Если мы воткнем его в Surface, то мы увидим, что, изменив цвета, например, на красный и на зеленый, ну, условно пока, перемещая слайдер фактора, мы изменяем цвет от одного к другому. То есть на нуле у нас получается красный цвет, на единице — зеленый, на нуле верхний, на единице — нижний. Если верхний цвет мы сейчас заменим на черный, то есть на ноль, или даже сделаем проще, мы возьмем значение ноль и воткнем его в цвет, вот прямо так. Блендер позволяет делать такие штуки, это не Unreal, который бы сейчас начал ругаться и наверняка сказал бы, что это не предусмотрено, сделайте мне по-другому. Блендер ему что куда воткнешь, то он и будет давать. В данном случае мы воткнули ноль, если мы берем фактор на ноль, то мы увидим, что цвет здесь черный. То есть ноль — это черный. Исправим этот цвет на красный. То есть hue — ноль. Hue обозначает это фаза цвета, то есть перемещая его, мы перемещаем фазу цвета. Ноль — это красный. Соответственно, зеленый будет у нас 033333, то есть это единица разделить на 3. И синий будет 066666. Пока что оставим его на красном — ноль. И вместо mix — mix алгоритм, он просто полностью меняет один цвет на другой. Вместо этого заменим его на add, что означает сложение. То есть мы к нулю прибавляем красный цвет. И если мы его прибавляем с помощью add, то мы увидим, что кубик становится красным. На единице, прибавленный к черному красный цвет, это то же самое, как если бы мы взяли просто, например, color, простите, input RGB, выставили бы его на красный цвет и подключили бы к surface. То есть это тот же самый цвет. Добавленный к нулю, то есть к черному красный цвет при помощи режима add дает красный цвет. Добавляя другие оттенки, теперь добавим add, еще add. И изменим нижний цвет, соответственно, на зеленый — hue 03333333. И третий цвет на синий — hue 06666666. Это hue, saturation и value, соответственно. Подключим уже обработанный красный канал вместо черного во второй нот, и, соответственно, второй нот вместо черного в третий нот. И подключим их в surface. Сейчас смотрите. Так как все три значения выставлены на единицу, давайте сначала вот что сделаем. Давайте мы их сначала все выставим в 0. То есть сейчас у нас получится на выходе черный цвет, потому что у нас был черный цвет — 0. Мы к нему приплюсовали красный цвет — 0, то есть мы ничего не сделали. Еще приплюсовали 0 — ничего не сделали зеленый, и 0 — ничего не сделали синий. Теперь, добавляя по отдельности эти цвета, мы будем менять цвет куба. Добавляя их совместно, смешивая их, мы будем добавлять разные оттенки. Допустим, выставим 0,5 на красном и 0,5 на зеленом, мы получим желтый цвет. Если мы выставим 0,5 на красном и 0,5 на синим, мы получим фиолетовый. В зависимости от того, насколько далеко все три значения находятся друг от друга, меняется насыщенность цвета, сатурация. То есть если мы сейчас поднимаем зеленый, то, соответственно, цвет становится белее, белее, белее. Ну, точнее, серее, серее становится серым. То есть на 0,5 значение, когда мы подмешали в равных пропорциях красный, зеленый и синий, мы получаем просто серый цвет. То есть если полностью 0, то мы получаем черный цвет. Если полностью какое-то значение между нулем и единицей – это серый цвет. И если мы подмешаем все на один, то это получится полностью белый цвет. То есть сочетание красного, зеленого и синего цветов дает в сумме белый цвет. И чем дальше эти числовые значения находятся друг от друга, тем больше увеличивается насыщенность. Таким образом мы можем получать абсолютно все оттенки цвета, которые существуют в Blender. И еще раз повторюсь, обратите внимание, что мы сейчас работаем не с какими-то цветами, не с текстурами, мы сейчас работаем с цифрами. То есть это обозначает, что эти цифры мы можем обрабатывать математически, и мы можем использовать для других значений, которые тоже являются цифрами. Чтобы не громоздить ноды, мы заменим то, что вот сейчас у нас есть, на более простой вариант. Shift-A, Converter, Combine RGB. Этот нод делает то же самое, что мы сделали здесь. Он добавляет, соответственно, к черному значения красного, зеленого и синего каналов. То есть он работает точно так же. Добавляем красный канал, зеленый канал и синий канал. И их сочетание, чтобы выставлять нужный нам оттенок цвета. Хорошо. Главное сейчас просто отметить, что цвета управляются числовыми значениями. То есть цвета и есть визуальная репрезентация числовых значений. Идем дальше. Удалю все эти ноды пока что. Вопрос следующий. Когда мы добавляем числовые значения, каким образом они вообще в принципе добавляются? То есть мы сейчас их вводим как некое число. Вернемся к нашему value. Input для наглядности. Input value. Мы добавляем значение value. Меняется цвет объекта с черного на белый через серый. Ну то есть черный, белый и серый – это тоже же цвета. Каким образом это происходит? И что такое node value на самом деле? На самом деле это не просто числовое значение. Мы сейчас все-таки имеем дело именно с нодами. И он добавляет это значение 0,5 и так далее. Не куда-то конкретно, в какую-то точку объекта. Node value добавляет, как и все математические ноды в Blender. Это значение от минус бесконечности до плюс бесконечности на всем пространстве сцены по всем трем осям. То есть как бы мы не меняли сейчас положение этого кубика, куда бы он там не прилетал, это значение везде, в любой точке сцены, будет одинаковым, когда мы его добавляем таким образом. Но допустим, у нас есть два разных значения. Мы хотим, чтобы часть кубика была черной, часть кубика была белой. Каким образом это можно сделать? И как Blender должен понимать, где должна быть какая часть? Для этого существуют системы координат. И они же существуют для того, чтобы понимать, каким образом должны распределяться все текстуры. Пока системы координат у нас не введены, мы можем выставлять либо одно значение, либо другое. То же самое, например, Color, MixRGB. Мы можем оба эти значения воткнуть и использовать фактор для того, чтобы выбирать, либо у нас кубик будет ближе к нулю, либо ближе к единице. Но для того, чтобы нам сказать, что вот нам половинка кубика нужна черная, а половинка белая, нам нужна уже система координат. Добавим Shift-A, Input, Texture Coordinates. И здесь мы видим разные системы координат. Добавим, например, объект. Сам по себе выход объект, если мы на него посмотрим, он является таким цветным. Почему он является цветным? Вот исходя из того, что мы уже сейчас знаем, вспоминаем, каким образом у нас получаются цвета за счет сочетания, правильно, каких-то числовых значений. То есть у нас где-то добавляется красный канал, где-то добавляется синий, где-то зеленый, и на стыках их сочетания. То есть логично предположить, что здесь из выхода объекта выходят несколько различных параметров для разных осей, ну или для разных цветов. То есть мы можем совершенно одинаково разделить, например, сейчас покажу. Это начинается уже интересно. Конвертор Separate RGB, то есть разделить входящую цветовую информацию. Мы можем разделить на красный, зеленый и синий канал. И увидим очень интересную штуку, что сейчас они начинают распространяться как раз уже по-разному. Часть кубика становится черной, и часть становится белой. И в зависимости от выбранного слота это получается либо по оси Х, либо по оси У, либо по оси З. Причем мы сейчас используем Separate RGB нот, то есть который призван разделять цвет на красный, зеленый и синий каналы. Если мы, например, выберем нот Separate XYZ и воткнем сюда в вектор, и посмотрим, как будут выглядеть его выходы XYZ, то мы увидим, что никакого отличия нету, что RGB, что XYZ, они работают абсолютно одинаково. И мало того, это мало кто замечал, может быть, но если мы посмотрим на то, в какие цвета выкрашены оси, то мы увидим, что почему-то X выкрашен в красную, Y в зеленую и, соответственно, Z в синюю. Красный, зеленый и синий. Это сделано не случайно, потому что они так и работают. То есть как бы красный относится к оси Х, зеленый к оси У и синий к оси Z. То есть мы уже сейчас можем предположить, что цвета можно использовать в качестве системы координат, потому что и системы координат, и цвета являются числами. Но мы сейчас забегаем немножко вперед, давайте больше поговорим о том, что же такое системы координат и как они именно определяют распределение вот этой самой текстуры и цветов на протяжении 3D-пространства. Давайте удалим куб и создадим Plane. Mesh Plane. Добавим ему материал. Создадим новый материал. Назовем его Plane. Удалим пока Principled BSDF. Он нам не нужен пока. И разделим вот это окошко еще чуть-чуть, потому что сейчас речь пойдет о координатах UV. Это одна из самых распространенных систем координат в 3D-графике, потому что она является универсальной. Если мы перейдем в режим редактирования, сначала мы переведем этот экран в режим UV Editor, и затем вместо Object Mode выберем Edit Mode. И я нажму семерку на Numpad, чтобы увидеть, как наш Plane выглядит сверху. Если мы посмотрим в UV Editor, то мы увидим этот же самый полигон нашего Plane, отображающийся в некоем окошке на сеточке. Эта сетка и определяет текстурные координаты. Если мы выделим эту точку, например, вот эту. Так, сейчас, секундочку. Вот здесь вот так, я нажму эту галочку, чтобы мы могли одновременно выделять все и здесь, и здесь. Если мы выделяем одну из точек, то мы видим, что ее координаты по оси X1 и по оси Y. И это именно координаты ее UV-развертки. То есть ее мы регулируем отдельно от самого объекта. И она определяет, где в системе координат будет находиться каждый пиксель поверхности этого полигона. И каждого полигона. То есть когда полигонов становится много, сейчас давайте их разделим, то у каждого полигона есть определенное место в системе координат, на которое будут накладываться пиксели последующей текстуры. Пока отменю это. Оставим пока полигон в чистом виде. Система координат UV, то есть того, как текстура будет накладываться на полигоны, и системы координат самих вертексов в глобальной системе координат, это разные вещи. То есть если мы увеличиваем объект здесь, например, то он увеличивается отдельно, сам по себе. И здесь мы увидим, что здесь координаты вертекса уже другие в 3D пространстве сцены. Отменю опять же. Если мы ничего не меняем, то по умолчанию координаты здесь практически совпадают, за небольшим исключением. Сейчас координаты вертексов, именно меша объекта, это 1, 1, 0 по оси Z. Ну, ось Z мы сейчас не берем в расчет, потому что они всегда будут 0, потому что это plane. Ну, то есть он плоский, у него нету третьего измерения, у него есть только ширина и высота. И точно так же нету третьего измерения у системы координат UV. Они работают только по оси X и Y. Итак, мы смотрим, что здесь одна точка равна 1, 1, 0, и координаты XY здесь совпадают. Здесь координаты 1 и минус 1, потому что они считаются от нуля, от центра объекта. А в UV-развертке, соответственно, координаты распределяются всегда между нулем и единицей. Это очень важно понимать, что все системы координат, у них базовое вот это вот значение, это 0 и 1. И то, как распространяется текстура между нулем и единицей, потом экстраполируется на все остальное. То есть если, например, давайте, чтобы быть более, скажем, наглядным, я добавлю текстуру, просто скачанную с сайта. Добавим какую-нибудь другую, которую мы пока не использовали. Эта текстура, она больше, она видно, что 1024 на 1024, чем та, которая была до этого, по умолчанию в блендере. Но все равно система координат остается в пределах между нулем и единицей. То есть каждый пиксель от нуля до единицы по оси Х, соответственно, у него есть свое место в этом диапазоне, которое обозначается неким промежуточным значением. То есть если мы сейчас... Это я тяну вертекс. Давайте потяну курсор. Курсор — это вот этот красненький с беленьким кружочек. Когда мы его перемещаем, мы видим, что у него меняется здесь числовое значение по оси Х. Да, вот так вот сейчас сделаю побольше, чтобы видно было. Меняется числовое значение, и, соответственно, у каждого пикселя при этой развертке есть определенное свое место, соответствующее числовому значению по оси Х и по оси У. То есть если мы будем там бесконечно его приближать, насколько там позволяет, то мы увидим, что, ну, во-первых, картинка состоит из пикселей, и что у каждого-каждого своего пикселя есть определенное значение по оси Х и по оси У, его координаты. То есть таким образом мы можем выяснить, где он находится. Система координат есть разная. Эта система координат определяется тем, как мы располагаем полигон на вот этой вот сетке. И давайте мы посмотрим, как это будет выглядеть еще и здесь. У нас есть Plane. Я сейчас выключу Overlay, чтобы мы видели Plane уже в чистом виде. И вот здесь немножко разверну, чтобы нам не мешалось N. Сейчас посмотрим, как будет распространяться система координат UV, которую мы задаем. Shift-A, Input, Texture Coordinates, UV. Разделим ее с помощью Converter, Separate XYZ, и подключим сюда UV. Посмотрим, как она выглядит по оси Х. И мы видим цветовую репрезентацию вот этих самых значений от нуля до единицы. То есть где будет какое значение. Здесь будет 0, который будет определять позицию пикселей, которые должны быть на нуле. Тут, соответственно, 0,01, 0,5 и так далее. То есть сейчас они распределяются равномерно по вот этой вот сетке, которая там была. У каждого пикселя свое место. И если мы посмотрим, как будет выглядеть эта же текстура, наложенная уже на этот плейн с помощью этой системы координат, добавим Texture Image Texture, и выберем здесь эту текстуру. Подключим сюда UV, чтобы все было одинаково. И мы видим, что эта текстура располагается ровно так, как мы указываем ей здесь. При этом, если мы какую-то точку полигона перетягиваем, то текстура будет уже меняться. Она будет уплывать, причем в обратную сторону. Таким образом мы можем менять систему координат, то есть мы уже видим, что мы можем менять систему координат, как минимум изменяя UV-развертку. Скажу больше, мы можем, конечно же, систему координат менять и непосредственно в шейдере, потому что система координат это цифры, да, они располагаются от нуля до единицы здесь. То есть вот мы видим черный 0, белая единица. Если мы проведем некую математическую операцию над этим, ну, например, ну это же цифры, правильно, мы можем проводить математические операции. конвертер math и, допустим, возведем ее в степень. Power 2. Что сейчас произошло? Сейчас я открою, чтобы удобно было писать. Давайте я прям текст-эдитор открою, чтобы было прямо наглядно. И сделаю его чуть-чуть побольше. То есть, например, у нас есть 0. Когда мы 0 умножаем на 0, мы получаем 0. У нас есть 1. Когда мы 1 умножаем на 1, мы получаем 1. Логично, да? То есть все, что было в начале и в конце, остается на своих местах. А что происходит с серединой? Когда мы умножаем 0,5 на 0,5, получается 0,25. И 0,25, как мы видим, оно меньше 0,5. То есть все, что было здесь, оно будет экспоненциально уходить ближе к нулю сюда. То есть чем ближе значение было к нулю, и чем дальше оно от единицы, тем оно будет, соответственно, ниже и здесь. То есть если раньше график мы могли бы прочертить, ну, как вот это вот, допустим, x это шкала времени, а y это шкала величины. Если раньше этот график шел прямо, по диагонали, то сейчас он будет идти по параболе, вот таким вот образом, по экспоненте. И это будет влиять на то, как текстура будет распределяться по объекту. То есть, если сейчас, например, мы возьмем separate xyz, сейчас подключим текстуру обратно, чтобы было более наглядно. Смотрите. Viewer, в принципе, тот не нужен, потому что можно и напрямую текстуру подключать, на них просто не действует шейдинг, просто они отображаются тем цветом в этом случае, каким они существуют в реальности. Значит, смотрите, мы берем separate xyz, теперь конвертер combine xyz, это все из текстурных координат у нас выходит, соединяем их, то есть сейчас мы просто разделили все по оси xyz и соединили все обратно по оси xyz, воткнули в текстуру, ничего не меняется, все в порядке. И теперь используем конвертер math для оси x, переведем его в режим power, в режим возведения в степень. Но если мы возводим в степень 1, то, соответственно, ничего не происходит, не умножается сам на себя. Если мы возведем ее в степень 2, то мы как раз получим то, что было здесь. То есть это получится x в квадрате, каждая величина системы координат будет в квадрате. И мы смотрим, что текстура вытянулась, потому что вытянулась и сама система координат. Сейчас мы видим визуальное отображение чисел, я напоминаю, что вот 0 черный это число, 1 белый это тоже число. И мы видим, как они изменяются. Соответственно, таким же образом изменяется и сама текстура. То есть текстура-то остается точно такой же. Мы просто говорим, что вот этот пиксель теперь съезжает сюда, этот сюда, этот сюда. И таким образом она растягивается то в одну, то в другую сторону. Итак, это вторая часть концепции. То есть система координат это числа, и они определяют, каким образом текстура распределяется в пространстве. То есть одно число, второе число. И теперь следующий момент. Я сейчас меняю это значение экспонента. Помните, как мы делали? Input value, да? То есть неким value, неким числовым значением, которое действует одновременно на всем протяжении всей 3D-сцены. От минус бесконечности до плюс бесконечности. То есть я его сюда втыкаю, и вот оно на всем протяжении умножает вот этот power на 0,5. Или, например, давайте не power, сделаем add по оси x. То есть оно будет добавлять значение, сдвигая таким образом текстуру. Смотрите, что происходит. Тут тоже, кстати говоря. Когда мы добавляем add, то, соответственно, если мы добавляем в минусовой диапазон, то из каждого значения, или из каждого-каждого-каждого значения вычитается вот это вот, минус 0,5. Здесь, например, раньше был 0,5, мы вычли 0,5, получился здесь 0 теперь. Здесь теперь минус 0,5. То есть мы уже здесь ушли в минус, просто в блендере чернее черного там уже цвет не отображается визуально. Здесь, соответственно, была единица, сейчас здесь 0,5. То есть таким образом мы прибавили, визуально система координат просто стала там чернее и белее, а текстура, соответственно, из-за этого, но текстуру-то видит, которая там меньше черного, потому что это цифра. То есть она их воспринимает, просто не отображает. И таким образом мы можем передвигать эту текстуру влево-вправо, например. Так, о чем я говорил? Да, но сейчас-то мы ее передвигаем всю целиком, эту текстуру. То есть вот сколько есть, это value дает на всем протяжении сцены, мы совершенно одинаково воздействуем на эту ось координат x. Но а можем ли мы систему координат, использовать для того, чтобы регулировать систему координат? То есть чтобы мы это делали не на всем протяжении сцены, а на каких-то ее отдельных частях. Для этого нам нужна система координат, чтобы определить на каких именно частях. Да, можем. И это самое прикольное. Смотрите, мы сейчас, например, можем сделать следующее. Для наглядности. Возьмем некую текстуру, абстрактную, noise texture. Она выглядит вот таким вот образом. То есть это просто некие облачка. Да, добавим тут детализации им, например. Ну, просто чтобы как-то их отобразить. И они сейчас плохо видны. Давайте добавим конвертер. Да. Ну и мы имеем в виду, да, что все эти серенькие цвета, это тоже цифры. То есть черное – это ноль, белое – единица. Конвертер, math. То есть мы проведем над ним математическую операцию. Нажмем power. Выберем возведение в степень. И выставим его на 2, например. Ну, то есть как бы все, что было ближе к нулю, становится еще чуть-чуть ближе к нулю. И таким образом она становится такая более контрастная. То есть вообще power, в принципе, добавляет контрастность. Multiply, соответственно, будет умножать, влиять на яркость. Итак, у нас есть noise texture вместе с power. И мы ее сейчас подключим вместо этого value. То есть value, например, оно делает сдвиг по оси X на всем протяжении. Если мы подключим вместо value нашу текстуру, то она будет делать эти самые сдвиги не на всем протяжении сцены, а только на тех местах, где, собственно, эта текстура присутствует. То есть вот здесь, грубо говоря, пиксели будут сдвинуты совсем чуть-чуть. Где побелее, там они будут сдвинуты сильнее. И какой эффект это может дать? Давайте вставим. Бэнк. И мы видим, что по оси X текстура размазалась. Ровно так, как нам определяет вот эта noise texture. То есть сейчас мы цветовые данные из noise texture используем для сдвига системы координат, который мы, в свою очередь, используем как систему координат этой текстуры. Что это может дать на практике? Да очень много что, потому что это и есть система процедурного шейдинга. На нем, собственно, вот на этой концепции и построен весь процедурный шейдинг. То есть что мы можем использовать цвета в качестве системы координат, системы координат в качестве цвета, и так как и то, и другое цифры, мы это можем использовать еще и для любых значений. Но это я сейчас немножко забегаю вперед. Об этом я расскажу дальше. Хотя сейчас мы уже это делаем. То есть если мы раньше использовали просто одно значение, которое целиком воздействует на всю сцену, то сейчас мы используем текстуру в качестве этих значений. Я надеюсь, я понятно объясняю, потому что я уже не первый раз записываю это видео, и понятнее объяснить я уже просто не смогу. Это нужно просто пощупать, видимо, самим на практике. Как мы это вообще можем регулировать? Давайте посмотрим. Сейчас добавляется очень много этого сдвига, то есть она прям совсем размазывается. А, допустим, если мы хотим задать его совсем чуть-чуть, как нам это регулировать? Посмотрим. Если мы посмотрим на выход из noise texture, пропущенный через пабр, то мы увидим, что здесь есть черный и белые цвета, то есть просто слишком большой контраст, слишком большой сдвиг. То есть сдвиг на единицу, это практически вот отсюда досюда она пытается сдвинуть эти пиксели. А нам нужно, чтобы они чуть-чуть сдвигались. Каким образом мы можем сделать, чтобы уменьшить количество вот этого сдвига, объем этого сдвига? Да, той же самой математикой. Мы можем все эти цвета единовременно, shift-d, чтобы дублировать этот нод, и переведем его в режим multiply. Мы можем все эти цвета единовременно на всем пространстве сцены с помощью нода multiply умножения сделать поменьше. То есть добавим сюда, когда мы умножаем цвет на единицу, цвет остается таким же, ну, величина остается таким же, 0 умножить на 1, 0, 0, 5 умножить на 1, 0, 5, 1 умножить на 1, 1. Если мы уменьшаем значение multiply, то, соответственно, мы уменьшаем разницу между 0 и 1. То есть сейчас 1 у нас равняется 0,05 и так далее. И таким образом мы подключаем ее, вот самый add, который отвечает у нас за сдвиг системы координат по оси x, и смотрим. То есть теперь мы полностью можем свободно регулировать сдвиг текстуры по оси x. Я имею в виду текстуру кирпичей и регулировать ее при этом текстурой noise texture вот этой. Как бы для чего это может быть типа нужно, да? Даже в таком простом варианте, давайте мы, например, тот же самый сделаем и для оси y. Я просто дублирую нод add и вставляю его между осью y. И точно так же включаю сюда этот самый multiply. Организую ноду таким образом, чтобы было понятно, что более-менее происходит. И сейчас мы регулируем сдвиг и по оси x, и по оси y одним параметром. Но он уезжает в одну сторону, там можно сделать компенсацию, то есть вычесть половину из этого значения, соответственно, из add, потом еще с помощью субтрек. Но я сейчас с этим заморачиваться уже не буду. Идея в чем? Вот, например, как это можно практически использовать, этот сдвиг? Но он такой пока. Например, для создания таких эффектов, на которые в другом случае ушло бы там достаточно много ресурсов. То есть сейчас это у нас все делается в real-time. Например, уменьшим детализацию. Ну давайте увеличим вот так вот, чтобы было более видно, что происходит. Уменьшаем детализацию noise texture. Это просто сейчас пример практического применения. Уменьшаем детализацию noise texture, так чтобы она была вот такая немножко, какая-то вот такая, наверное. Scale, возможно, имеет смысл уменьшить. Ну да, пускай будет так. И уменьшаем размер вот этого сдвига. Теперь переводим текстуру в режим 4D. И у нас есть тут параметр W, который отвечает за эволюцию текстуры. Мы начинаем его передвигать. И получается очень интересный эффект. Мы уменьшим сейчас это еще, на самом деле, немножко вот так вот, чтобы эффект был не таким заметным. Причем эти же все параметры можно анимировать. То есть мы можем здесь выставить keyframe на первом кадре, keyframe еще на каком-то, или сделать вообще еще проще. Мы можем сюда просто написать драйвер, который будет ее анимировать. Ну, например, чтобы ввести сразу expression драйвера, без вот этого add driver и так далее, как мы уже говорили на предыдущих занятиях, мы можем поставить хэштег и сразу вписывать некое выражение. То есть, например, frame, что означает текущий кадр. frame, он выдаст текущий кадр, но в радианах. Нам сейчас нужно его перевести в градус, а для этого мы его делим на 180 умножаем на π. Это просто, ну, надо одну формулу всего лишь на все запомнить. Frame — это кадр. Разделить на 180 умножить на π, это переводит радианы в градусы. И сейчас, соответственно, это значение будет меняться один градус в кадр. То есть, мы один раз написали это выражение в драйвере, и теперь автоматически это все действует. И мы можем на лету прямо менять все эти параметры, увеличивать, соответственно, силу этого самого. Плюс к тому, мы, конечно, можем отдельным параметрам задать там увеличение скорости, уменьшение, но это можно сделать и здесь вручную. Например, сейчас немножко быстро разделим на 5, например. нажимаем на Play, и вот получается такой подводный, например. Увеличим, например, детализацию. Roughness чуть-чуть приберем. Получается еще какой-то эффект. То есть, вот таким образом можно... достигать каких-то вещей. Или еще по-другому. Мы можем анимировать не эту, например. Мы можем, соответственно, взять еще какие-то координаты, Object, воткнуть в вектор текстуры. То есть, это, конечно, поменяет ее внешний вид. Хотя нет, он не поменяет, наверное. Сейчас вектор. Так текстура выглядит с Object. Да, по умолчанию у всех процедурных текстур система координат generated мы возьмем сейчас Object. Немножко поменять надо будет параметры. Здесь два. И мы можем, например, систему координат, которая входит в текстуру, которая изменяет систему координат другой текстуры. Мы можем изменить систему координат и этой текстуры, анимировать ее. Например, Vector, Mapping, и изменить эту систему координат, сделать ей сдвиг по оси либо Y, например, либо X, либо Z, потому что процедурные текстуры, они трехмерные. Это, кстати, тоже очень прикольно. То есть, если обычные картинки, у них есть только ширина и высота, соответственно, то у процедурных текстур есть еще и глубина. Они работают по всем трем измерениям одновременно. То есть, мы можем ее анимировать и по оси Z, и по оси Y, и по оси X. И почему бы нам это не сделать, например. Точно так же сейчас приближу. Вводим хэштег, например, frame разделить на 5, пусть будет, да? Нет, это очень быстро. Frame разделить на 50, как минимум. а лучше на 100. Там, например, по оси Y, то есть, которая пойдет типа вверх. Пускай это будет frame разделить на минус, ну, 50 пусть будет. Можно отсюда драйвер снять. Delete Drivers. Ах, с обоих снялся. Ладно, еще раз frame разделить на минус 50. И добавим еще немножко, ну, так оно просто идет, и добавим еще немножко сюда в Z frame разделить на 100. Например, так. Ай, я забыл, да? Хэштег поставить frame разделить на 100. Таким образом, она будет еще немножко анимированная. То есть, по большому счету, это то же самое, что мы сделали бы с W. Вот. И у нас получается вот такое вот необычное... Да хотя, почему необычное? Опять же, можно регулировать скейл, детализацию и все на свете. И если мы его сейчас чуть-чуть увеличим, чтобы он был немножко более явный. Это третья часть концепции. То есть, систему координат и цвета мы можем использовать друг для друга. Также, конечно же, все это мы можем использовать и для значений шейдеров. То есть, мы выберем шейдер Principled BSDF. Подключим его. Подключим, как полагается, уже теперь в слот Base Color текстуру. Вот. И мы можем сделать, например, теперь следующее. То есть, эту текстуру мы подключим напрямую. UV coordinates я сюда подключаю напрямую, чтобы она просто шла без всякой анимации. Дублирую ее. Shift D. И вот этот наш анимированный сдвиг по фазе вставляем в другую текстуру. Нажмем Converter Bump, например. Vector, простите, Vector Bump. У меня есть там уже подготовленная displacement карта этой текстуры, сделанная при помощи Materialize программы. Ставим это в Hide теперь и включим это в Normal. Только единственное Distance делаем поменьше. 0,1. Не, ну да, ладно, это надо делать и с тем и с другим. Хорошо. Систему координации, да, тоже это включим исправленную. Вот. У нас теперь получились такие шевеляющиеся кубики. Вот такой эффект. Ну да, но я-то хотел другой показать немножко. Я хотел показать следующее. Давайте вот что сделаем. Object World я переведу и добавим сюда текстуру. Ctrl T я нажимаю, чтобы добавить сразу пачку вот эту вот систему координат, исправление системы координат Environment Texture. Открою ее. Open. Добавлю HDRI, который я откуда-то скачивал уже сейчас, не помню. Object. Идея в том, что я хочу сейчас сделать отражение. Сейчас покажу, что я хочу сделать. Base Color я отсюда пока уберу. Это я тоже пока отсюда уберу. Это все не нужно пока. Color выставлю на черный, потому что мне сейчас нужно только, чтобы были одни отражения, чтобы он полностью отражал окружающий мир. Сейчас, наверное, Color все-таки на белый, да? Roughness уберу в ноль. Да, вот таким образом. И развернем Plane, чтобы он отражал какой-то RX90. Чтобы он отражал, соответственно, окружающий мир. Мы, если помните, когда говорили о шейдерах, мы говорили о том, что у них есть такой параметр, как Roughness, например, да? который отвечает за мутность. Ну так вот, мы его можем добавлять не значением числовым, которое действует, как мы уже говорили, как и все числовые значения на всем протяжении сцены от минус бесконечности до плюс бесконечности. Мы можем этот Roughness задавать той же самой текстурой. То есть мы берем это Noise Texture. Это Noise Texture. Сейчас поближе подведу. Вставляем ее в Roughness. И таким образом те места текстуры, которые были черными, они обозначают, что на этих местах Roughness равняется нулю, те, которые белыми, на этих местах Roughness равняется единица. И мы точно так же можем регулировать значения. Например, добавим Power, чтобы добавить больше вот этих самых близких к нулю значений. И у нас получается не просто стекло, а такое, ну, слегка запачканное. Даже не слегка запачканное, а весьма запачканное стекло. Вот. И это делается вот, ну, как бы сейчас нодов много, но у нас работают из них только вот эти три. Остальные можно пока их куда-нибудь убрать. Вот. То есть в три нода мы делаем без всякой развертки, без всего. Для этого развертка не нужна, потому что Noise Texture используют другие системы координат. Их можно и по UV, конечно, сделать. Ну, по UV развертке тоже. Можно воткнуть, оно точно так же будет работать. Но сейчас, в принципе, у объекта может быть вообще не быть никакой развертки, и это все равно будет работать. То есть мы просто подключаем текстуру, слегка регулируем ее с помощью математики, и получаем очень классные эффекты. Не говоря уже о том, что существует целая масса способов взаимодействия различных этих трехмерных текстур. Но с Texture, давайте подключим, например, вот одна из моих любимых связок. Texture, Voronoi Texture, и Voronoi мы переведем, сейчас я подключу его, чтобы отдельно видеть, в режим F1, не надо, Чебышев, там все такие имена знакомые, Чебышев, Минковский, Voronoi, что-то такое русское есть в этом всем. Voronoi, хотя у вас вполне возможно, что польское какое-нибудь. Noise Texture, и мы подключаем вот этот вот Distance, который из него выходит, те же самые черные-белые цвета, мы их используем в качестве системы координат Noise Texture, и смотрим, что получается. Ждем немножко. Получаются прямо хорошие геометрические фигуры, то есть он их распределяет соответствующим образом, и добавляя им скейлы и детализации, мы можем их менять. Вот это вот, конечно, очень круто, мне это очень нравится. То есть, и слегка еще прикинув, как это можно использовать, можно подумать, что вот все эти штуки, мы же можем использовать их не только в качестве системы координат и цветов. Я напомню, что у нас есть еще такая штука, как Color Mix RGB, которая смешивает два цвета, и мы можем использовать их в качестве фактора. То есть, допустим, сделаем один цвет таким, другой каким-нибудь таким, и будем использовать в качестве фактора. Что мы получим? Какую-то жуть мы получим. Давайте неудачно сделал. Давайте вот так вот, например, да? У нас получается вот буквально там в два, три, четыре нода хорошая такая микросхема. Мало того, мы можем сделать, например, разные настройки, сейчас еще интереснее покажу. Добавим еще в Раной вот эти вот текстуры, то есть, и допустим, скажем, что в тех местах, где у нас будет совсем белое, мы сейчас возьмем и сделаем следующее. У нас есть это Noise Texture, выход с нее, мы добавим конвертер Math, и добавим такую штуку, которая называется Greater Than, то есть, все, что выше вот этого вот порога, оно будет полностью белым, все, что ниже, полностью черным. И мы сейчас можем это использовать как маску для другой текстуры, то есть, одновременно мы включаем эту текстуру, например, в этот слот, и сейчас как бы так сделать, и добавим к этому еще, а вот эту маску мы будем использовать для подключения другой текстуры сверху, например, в режиме Overlay. Включим ее сюда и посмотрим, что получается в конечном итоге. Ждем, сейчас они одинаковые, сейчас уже может подтормаживать, когда процедурные текстуры, они ресурсоемкие достаточно, и там, когда их много навешиваешь, особенно под Ivy, они могут уже переставать работать. Если мы сейчас увеличим здесь Scale, то у нас будут увеличиваться, соответственно, детализация внутри, вот здесь вот, и таким образом мы можем очень быстро создавать очень крутые всякие sci-fi штуки. То есть, ну согласитесь, это же прикольно, у нас тут нодов всего ничего, и мы уже получили вот это вот все вручную, если рисовать, это же с ума сойдешь. А так оно все генерится, что называется, на лету. Можем включить сюда дублировать Power, чтобы они были вот такие более как бы темные или наоборот более светлые. И это же самое мы, например, можем использовать для определения каких-то еще параметров, то есть, помимо Base Color, мы можем то же самое, вот эти вот Power, например, где там было, или прям вот это даже, или вот это, используем для, ну давайте для определения параметра Roughness, например, это используем. То есть, прям вот этот цвет мы втыкаем в Roughness и увидим, что часть из этого, соответственно, будет лучше отражать, часть будет хуже, но они все ближе к черному, да, почему так происходит? Сейчас уже приходится ждать. Ну да, ближе к черному, то есть, соответственно, поэтому Roughness ближе к нулю, и, соответственно, все более четко, но мы можем, опять же, сделать конвертер Math и просто либо добавить к этому Add некие значения прямо вот добавлением, либо мы можем сделать при помощи Multiply умножение. Но умножение здесь хуже работает, давайте оставим сложение, Add. Add сложение, и вот уже у нас разные части текстур по-разному отображают цвет. Или еще интереснее, сделаем Subtract и вычтем из единицы это значение, то есть, вычитая из единицы что-то, мы инвертируем цвет. Это работает точно так же, как Not Invert. И немножко подрегулировав его, соответственно, да, вот таким образом. Ну вот, вполне себе выглядит уже как некая металлическая пластинка. Мало того, мы можем тот же самый использовать в качестве бампа или в качестве displacement. Мы берем вектор, например, displacement, втыкаем этот же самый выход сюда в height и втыкаем его в displacement. Баум! Ну, единственное, чуть-чуть его приберем там, 0,1. Пожалуйста, у нас есть вот готовый один полигон, sci-fi на панель, она в реал тайме, все делается. Если нам нужно что-то поменять, мы просто берем и меняем. Это был Андрей Соколов, основа процедурного шейдинга. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся на следующих занятиях. Не забывайте подписаться, поделиться, нажать на колокольчик, оставить комментарий, нажать лайк. Увидимся на следующих занятиях. Всего хорошего. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова